Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня очередной выпуск пустых баночек. То есть я буду делиться с вами своими впечатлениями от использованных продуктов. И начать я хочу вот с такой краски для волос от L'Oreal, которая называется Casting Creme Gloss. Сейчас у меня цвет волос как раз, вот волосы покрашены этой краской. У меня оттеночек 400, это каштановый. Очень мне нравится эта краска, я очень ей довольна. Мне эту краску посоветовали девочки-блогеры и девочки-подписчицы мои в комментариях. Поэтому еще раз вам огромное всем спасибо, кто мне ее порекомендовал. Я действительно очень ей довольна. И в состав краски входит вот такой вот удобный флакон, в котором мы замешиваем нашу краску. Первая часть это вот такой тюбик. Здесь, видите, написано 400. Довольно-таки, знаете, мягкий вот этот вот металлический, но мягкая туба. Хорошо выдавливать удобно. Вот, потом выдавливаете вот в эту упаковочку, во флакончик. Все хорошо взбалтываете. Затем откручиваете носик. И прямо по пробору, по пробору, в общем, все вот этим носиком наносите. Даже на мои длинные густые волосы по лопатке мне хватает одной упаковки. Это очень круто. Здесь вот 72 миллилитра вот этого вот молочка. И плюс еще, не знаю сколько здесь, вот этого крема. И потом еще после того, как вы покрасите волосы, а наносить раствор нужно на влажные волосы. То есть написано, что мыть не надо специально перед окрашиванием. Ну, я как делаю? Я накануне мою голову, а, допустим, на следующий день я просто, ну, под краном, под душем хорошо смачиваю волосы. Подсушиваю немного полотенцем. То есть у меня влажные волосы. Вот. И наношу. Вот. И потом уже после окрашивания 20 минут вы держите, если вы окрашиваете волосы повторно. И больше держите, если первый раз, соответственно. Ну, в инструкции все написано, собственно. Вот. И после окрашивания 60 миллилитров вот такого вот бальзамчика классного. Который с пчелиным маточным молочком. Очень хороший бальзам. Просто волосы после него, как новые. Это вот третий шаг, третья ступенька. Я никогда не думала, что мне краска для волос может улучшить структуру и качество волос. Потому что я вам рассказывала, как я испортила свои волосы каштановой краской красавы от Фаберлик. Что у меня волосы как пакли. У меня половина объема, половина густоты волос выпала. Вот. И сейчас вот я восстанавливаю волосы. Видите, у меня волосы как бы блестят. Они в хорошем состоянии. Я очень довольна. У меня волосы стали расчесываться. Они хорошо выглядят живыми. Я очень довольна. Поэтому то, что касается вот оттенка 400, я могу вам его смело рекомендовать. Мне очень понравилось. Вот. Следующее, что покажу вам. Использовала я вот такую очищающую пенку для умывания с нимом. Для нормальной жирной кожи. Эта пенка отлично подходит для чувствительной кожи. Для кожи склонной к воспалениям. К акне. И также, конечно же, для жирной кожи. Она хорошо матирует. Хорошо очищает. Предотвращает появление воспалений каких-либо различных. Потому что здесь содержится ним и куркума. А масло дерева ним, оно является мощнейшим антиоксидантом. И мощнейший антивоспалительный эффект у него. Вот. Поэтому пенка мне вот эта нравится даже больше, чем гель. Такие в тюбичках. Вот гели тоже в Хималая бывают. И эту пенку можно купить в магазине подушка. Можно купить её в гипермаркете ОК. Ну, по крайней мере, в этих местах я её точно видела. Вот. И она относительно недорогая. Мне кажется, она стоит не больше 200 рублей. И расходуется она экономно. Пахнет растительной. У неё такой запах. Ну, довольно-таки приятный. И она имеет вот такой зелёный цвет, как вы можете видеть. Вот. И долго я ей пользовалась. Хотя здесь 150 мл всего. Но чуть ли не на полгода мне её хватило. И эта пенка, она не предназначена для снятия макияжа. Она именно только для очищения кожи. Поэтому в те дни, когда я не наношу макияж, нахожусь дома, я использовала вот эту пенку. Буду повторять. Очень понравилась. Следующий продукт, который у меня закончился, это от Биотокс. Вот такой крем для рук увлажняющий. Гранаты малина. Покупала его в аптеке. 50 мл. Стоил он примерно 70 чем-то, по-моему, рублей. Могу сказать, что пахнет он приятно. Он действительно нежный. Он хорошо, быстро впитывается в кожу рук. Но он практически бесполезный. Кроме увлажнения и то недлительного, он ничего особо не даёт. Вот поэтому, если вы используете крем для рук не только на ночь, как я, а, например, в течение дня, и вы не хотите перегружать кожу, то я вам могу его порекомендовать. Но сама повторять я не буду, потому что я ухаживаю за руками только перед сном. Вот поэтому мне нужно что-то более такое эффективное, чтобы было более пролонгированное действие. Вот. А так, в целом, неплохой. Использовала я вот такое жидкое мыло от Avon. 250 мл. Это коллекция Avon Senses. И была новогодняя лимитка. Новогодняя коллекция, которая называется «Зимнее волшебство». С ароматом малины и яблока. Вот такой цвет. Очень яркий, яркий, малиновый. Очень ароматный, очень классный. Мне очень понравилось. Многие девочки писали, что непереносимая химоза. Я показывала недавно такой гель для душа. Гель для душа я тоже использовала вот в этой вот баночке, как мыло для рук. Вот. Потому что на тело не смогла. А мыло для рук мне не сушило кожу. Аромат мне понравился. Для меня этот аромат приятен. Пахло действительно хорошо. Ягодками. Вот. Поэтому мы остались довольны. Следующее, что у меня закончилось, это тоже от Avon. Я не знаю, выпускает ли сейчас Avon такие подобные продукты. Это из серии Skin So Soft 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 & Smooth. Крем-депилятор для области бикини свежесть. 75 мл. Покупала я его, чтобы использовать, естественно, по назначению. Но использовала я его потом благополучно на ноги. Вот. Уже с зимы дождалась, когда можно шерсть отпускать и тогда этот крем использовать. Потому что в области бикини, опять же, повторю, чтобы что-то этот крем сделал с вашими волосами нежелательными, надо отпустить длину. Но, в общем, я не знаю, для чего это надо. На коротких волосках он не работает. В общем, ну, в общем, пришлось отпустить шерсть на ногах. И тогда я смогла, в общем, перевести этот крем. Вот так, в общем, бесполезная вещь совершенно. Мне не понравился. Вот. Закончились у меня вот такие салфеточки из Fix Price Kids Cote. Серия 15 штучек. Влажные косметические. Мне понравились. Очень приятный аромат. Буду повторять еще. И в ленте я покупала салфеточки вот таких Hello Kitty с витаминами. Тоже 15 штучек. Они еще дешевле выходят, чем вот эти Fix Price. Это Smile. Очень хорошие салфетки. Тоже очень классно пахнут. Влажные. Такие прямо супер. Очень довольна. В общем, понравились и те, и те. Следующее, что у меня закончилось, это... Вот такой спрей для ног от Avon. Красивые ножки. Это из серии Food Works. Серия по уходу за стопами, за ногами. Охлаждающий лосьон спрей для ног. Ананасовый сорбет. 100 мл. Для меня он очень приятно пахнет. Он пахнет коктейлем пинаколада. То есть ананас, кокос... Да, что-то. Ананас, кокос. Ананас. Вот. Ну, в общем, для меня пинаколадой пахнет. Он очень сладкий такой, довольно-таки приторный. Но мне этот аромат приятен. Мне очень нравится его использовать на ножке. Он действительно так и охлаждает, успокаивает. Ну и прекрасно ухаживает тоже за кожей стоп. Повлажняет. Классный. Мне понравился. У меня еще есть запас. Еще три штучки. Буду с удовольствием продолжать пользоваться. Вот и Фраше. Закончилась у меня маска. Она, правда, не совсем полностью закончилась. У нее срок годности истек. Это маска из серии Актив Сенситив. Маска 5 минут. Экстра комфорт для чувствительной кожи. 75 миллилитров здесь было. Вот. Я рассчитывала, что эта маска подойдет для снятия воспаления с чувствительной кожи. Будет успокаивать кожу раздраженную. Но, к сожалению, желаемого результата я от нее не получила. Здесь содержится экстракт андского боба Бразилии. Экстракт оливы. И не содержит компонентов животного происхождения. Вот. Для чувствительной кожи. Ну, то есть она такая, как бы. Не могу сказать, что она там вау-эффект какой-то дает. Так. Если у вас сильные проблемы, то есть сильное лицо там краснеет или воспаляется. То есть она не подойдет, она бесполезная. Я бы сказала, что она больше подходит для нормальной кожи, нежели для чувствительной. От Арифлейм закончилась у нас зубная паста Optifresh. Это отбеливающая. Вот. Crystal White. Здесь было 100 миллилитров. Очень хвалю, очень люблю. Паста не гелевая, она такая кремовая. Очень мне нравится. Деликатное отбеливание. Подходит даже для чувствительной эмали. Рекомендую. Вот. На этом эта часть моих пустых баночек закончена. Сейчас буду снимать продолжение. Я надеюсь, что обзор вам понравился. Если это так, то ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я обязательно на них отвечу. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока.